Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня на Кухне у Евы мы приготовим постные шоколадные конфеты. Обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить тонкости приготовления. Для конфет нам понадобится порошок какао, соль, сахарная пудра, растительное масло, молотые грецкие орехи, картошка, цедра лимона и банан. У меня банан переспевший, так вкуснее. Также при желании можно добавить ванилин или ванильный сахар. В миску натираем отваренную в мундирах картошку. Натираем на крупной терке. Картошку перед натиранием обязательно остужаем. В противном случае из нее может получиться резиновое тесто. Добавляем в картошку щепотку соли, всыпаем какао, половину орехов. Половину орехов всыпали, половину оставили. Всыпаем сахарную пудру, вливаем растительное масло и сюда же отправляем банан и цедру лимона. Теперь погруженным блендером превращаем все в однородную массу. Вот такая масса должна получиться. Достаточно липкая и практически полностью однородная. Теперь присыпаем тарелку ореховой крошкой. И смоченными в воде руками формируем конфетки. Берем и скатываем в шарик или в пирамидку. Как получается. Выкладываем на тарелочку. Форма и размер могут быть произвольными. Поделитесь пожалуйста в комментариях, готовили ли вы когда-нибудь уже шоколадные конфеты. Готовые конфетки сверху присыпаем ореховой крошкой. На вторую подготовленную тарелку продолжаем формировать конфетки. Кстати, вместо молотых орехов вы можете запросто использовать кокосовую стружку или вообще какао-порошок. Что вам больше нравится, то используйте для посыпки и присыпки. А пока я формирую оставшиеся конфетки, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Этим вы поддержите его развитие. А чтобы не пропустить уведомления о новых рецептах, нажмите на колокольчик. Вот конфетки слеплены. Видите, сколько много их получилось. Они вот такие вот отличные. Конечно, если бы использовалось сливочное масло, мы бы сейчас поставили конфетки в холодильник и охладили. А так они останутся мягкими. Но поверьте, они очень вкусные. Чем-то напоминают трюфели. Попробуйте приготовить и удивите своих близких. Большое спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Приятного аппетита. Пока-пока.